коллеги всем здравствуйте прекрасного вам настроения как у вас дела как у вас погода хотела спросить у нас сегодня в москве вот например аномально снежно мы сегодня разгребали свои машины от сугробов буквально вот напишите обязательно откуда вы мы рады что я вижу здесь из разных городов людей что у нас такая обширная география и рада что вы интересуетесь нашей темой чтобы приглашать мы вас приглашаем вы приходите и задаете свои вопросы поэтому будьте активны потому что у вас сегодня есть возможность уникальная поговорить с нашим спикером луки луки лукичев александр николаевич здравствуйте хотела бы вас сразу представить это директор университета тос член экспертного совета при комитете по образованию государственной думы ну а также человек у которого за плечами стаж уже более 30 лет в области тос и сегодня мы познакомим вас с очень интересной такой насущей насущной темой для многих это стратегия развития тос тсж управляющей компанией совет многоквартирного дома как разрешить конфликт интересов если у вас появится в течение лекции александр николаевича какие-то вопросы то мы обязательно к ним приступим и ответим на каждый из них но это будет уже после лекции поэтому обязательно смело пишите нам в чат не только откуда вы к нам присоединились но еще задавайте по ходу лекции ваши вопросы а также я хотела вас призвать пишите пожалуйста во время выступления также темы подумайте какие для вас интересны связанные с направлением тос и около этого направления вопросы может быть насущные для того чтобы это стало поводом наших дальнейших встреч а еще раз хочу сказать что на нашем сайте тос точка рф на который вы можете зайти прямо сейчас и подписаться на нашу рассылку потому что только так вы сможете получать все приглашения видеть все мероприятия которые запланированы по этому направлению это и бесплатные встречи вебинары и конференции и еще у нас очень много курсов по этому направлению разрабатывается о курсе я скажу чуточку позже после выступления александра николаевича но прямо сейчас вы уже на сайте параллельно слушая лекцию можете посмотреть изучить возможно получить для себя какую-то важную информацию ну и конечно же подписаться на нашу рассылочку чтобы быть в курсе всех вопросов александр николаевич ну что передаю вам словом да спасибо наташа здравствуйте уважаемые друзья коллеги мы действительно снова сегодня проводим вебинар будем говорить о товариществом собственников жилья коснемся мы и управляющей компании будем еще немного говорить о советах домов но говорить с точки зрения существующих некоторых противоречий то есть это конфликт интересов он законодательством заложен или это практика сегодняшнего дня и носит ли эта практика объективный или субъективный характер об этом мы подробно поговорим уже наташа сказала что у нас уже не институт развития территориально-общественного управления а университет тос и это действительно историческое событие которое произошло на прошлой неделе мы подписали соглашение соглашение с национальной ассоциации территориально-общественного самоуправления подписали его в государственной думе и собственно говоря сейчас не только строим но пытаемся предварить жизнь достаточно большие и хорошие планы но 22 апреля мы надеемся что у нас будет совершенно новое по контенту и так скажем самым передовым опытом развития тос по стране большая программа повышения квалификации 22 апреля мы хотим ее презентовать ну и рассчитываем что вы как наши уже так скажем коллеги друзья которые с нами уже не первый винара большинство из вас я знаю что и прошли нашу небольшую программу небольшую из точки зрения времени там было 10 сюжетов по 15-20 минут вы посмотрели что такое тос то есть получили но совсем такие основные знания по этому движению а сейчас мы решили затронуть позиции связанные именно с развитием тос концепции развития тос которая тоже 22 апреля на собрание общенациональной ассоциации территориально-общественного управления очевидно будет принято и там большое внимание уделяется именно советом домов именно товариществом собственников жилья может быть не все смотрели наш предыдущий вебинар когда мы очень много говорили о советах многоквартирных домов и я тогда несколько раз ваше внимание фокусировал на том что для нас принципиально главное чтобы это были ответственные организации как совет дома таки ответственны по одной простой причине потому что собственники их выбрали их выбрали значит они не только ответственны за то что им по полномочиям переданы собственниками какие-то компетенции но и люди как правило инициативные иначе бы в этот совет или там товарищество собственников жилья правления они не были бы и избраны мы с вами прошлый раз говорили о том что основная сегодня форма управления многоквартирным домом в российской федерации это ситуация когда всем заправляет управляющая компания но мы также очень много говорили что совет дома вполне может по соответствующей сегодня по соответствующему сегодня законодательству достаточно эффективно это управление домом сопровождать с точки зрения защиты конечно же интересам собственника именно жильцу и не обязательно собственников у нас очень много арендного жилья и так мы сейчас вами начинаем говорить о товарищи собственников жилья опять же задача познакомить с азами я вполне подозреваю что среди наших слушателей найдутся практические специалисты которые возможно сами работают руководителями тссж возможно входит правление и поэтому ну перед ними я просто извиняюсь что возможно вам эта информация будет ну по крайней мере думаю что вы ее знаете но повторение мать учения давайте мы это тоже будем иметь в виду впереди вот кроме этой презентации по тосом будет большая программа повышения квалификации по товариществом собственникам жилья примерно это больше 16 часов как мы сейчас планируем и там как раз речь пойдет именно о практической стороне данного опроса о том что в российской федерации есть с точки зрения каких-то современных подходов использования современных технологий мы будем говорить об умных домах да а самое главное о том как выстроить отношения в самом правлении тсж и взаимоотношения с ресурсными компаниями и управляющей компании если допустим вы ее все-таки решили на нанять на нанять такой вариант если так мы с вами начинаем двигаться примерно час мы с вами поговорим у нас еще одна презентация есть по управляющей компании но если мы успеем если нет вы ее просто сможете значит получить и так в основе конечно все любой нашей организации по управлению дома та которая будет им управлять есть собрание собственников жилья кто может инициировать собрание любой собственник при определенных обстоятельствах орган местного самоправления иными словами говоря если у вас течение года это собрание не проведено тогда орган местного самоправления берет на себя эту задачу и проводит как собственники должны узнать о собрании вот здесь три позиции но на самом деле это имеет имеется ввиду когда уже первое собрание проведено и вы можете в решении этого собрания определить или в уставе организации определить что вы будете сообщать собственникам вот именно таким образом ну а первое собрали первое собрание как правило обязательном порядке необходимо лично вручить или отправить или отправить заказным письмом общее собрание правомощно только если в нем участвовали более чем 50 процентов собственников или их представителей решение собрания обязательно для всех собственников не имеет значения присутствовали ли вы на нем вот на этом я хоть я не все буду не на все буду ваше внимание акцентировать надеюсь что вы сможете посмотреть эту презентацию но на наиболее важные моменты вот по поводу вашего присутствия на собрании до сих пор а уже со времени жилищного кодекса принятия прошло достаточно много времени до сих пор проблема у нас существует такая как провести собрание чтобы не нанять чтобы был необходимый форум мы могли определиться с какими-то важными вопросами для жизнедеятельности нашего дома все решают собственники и поэтому 50 процентов вы смотрите 50 процентов плюс один голос все решают если не не все решения принимаются большинством голосов есть две трети даже решение когда надо 100 процентов собственников если вы хотите что-то продать и провести процесс оттверждения какой-то вашей структур значит сто процентов но когда получается что вы принимаете решение простым большинством 50 плюс один голос пришли получается решение может быть принятым там 25 процентов вот конечном счете от общего количества от собственника поэтому мне бы хотелось об этом говорить что вы должны собственникам об этом рассказывать что за них могут быть приняты такие решения которые они должны выполнять возможно они не будут нравиться как можно управлять домом мы уже об этом говорили прошлый раз здесь вот такая неплохая мне кажется неплохой слайд неплохая табличка где все собственно говоря написаны все написано и ссылка на соответствующие разделы жилищного кодекса и статьи жилищного кодекса российской федерации тоже не буду останавливаться идем дальше а вот это важно это как раз определение товарищества собственников жилья давайте мы его проговорим это некоммерческая организация объединение собственников помещений многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом многоквартирном доме либо в нескольких многоквартирных домах либо имуществом собственников нескольких жилых домов обеспечение владения пользования в установленных законодательстве пределах от проезжения общим имуществом статья 135 жилищного кодекса какие здесь принципиальные моменты у нас принципиальный момент что это не коммерческая организация вспоминали с вами по поводу управляющей организации но у нас все время мы называем ее управляющей компанией это прижилось возможно и мы так будем называть управляющей компании у них однозначная цель это коммерческая организация ну и главная цель получения прибыли а товарищи за собственников жилья это не коммерческая организация то есть это собственники в одном доме как правило есть варианты когда есть общий земельный участок тогда может быть два дома а есть варианты и три дома но как правило это один многоквартирный дом и цель прежде всего как раз сделать управление эффективным имуществом дома общим имуществом дома сделать управление эффективным вот я попытался такой сделать совсем небольшой простенький вариант создание тсж ну надо очевидно все таки начинать свое изучение жилищного кодекса потом проговорить понять тщательно все обдумать учитывая все плюсы и минусы и здесь естественно надо думать что первую очередь что представляет ваш дом из себя сколько жильцов проживают каком он состоянии и так далее и так далее провести работу жильцами дома выяснить предпочтение разработать устав оформить протоколах собрания на собрании выбрать председателя тсж ревизионную комиссию утвердить значит устав ну соответственно это необходимо было сделать через организацию общего собрания формировать повестку дня ну и после того как протоколах собрания вы за заполнили зарегистрировать тсж в государственных органах это как правило как некоммерческая организация вы регистрируете юстиции и соответственно налоговой инспекции передать дом на управление тсж заключить договора с ресурсоснабжающими и служащими организациями здесь много может быть разных вариантов поэтому и много на самом деле нюансов мы их как раз и будем дальше значит обсуждать вот товарищество собственников жилья число членов тсж создавших тсж должно превышать 50 процентов голосов от общего числа голосов собственников помещения мгд часто часто задают вопрос а как можно ликвидировать тсж как можно ликвидировать тсж но на самом деле это все проще чем нам кажется если вам эта форма управления многоквартирным домом почему-то не понравилась у вас возникло огромное количество проблем тсж сам превратить прекратить свое существование если на сегодняшний день количество членов тсж будет меньше 50 процентов собственников проживающих доме то есть пришли граждане проживающие в вашем доме собственника написали заявление и вот эта критическая ситуация когда меньше 50 после этого тсж просто прекращает свою деятельность тсж создается без ограничения срока деятельности если иное не предусмотрено уставом тсж юридическое лицо с момента его государственной регистрации имеет печать со своим номинованием расчет на иные счета банки и другие реквизиты отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом не отвечает по обязательствам членов тсж членов тсж не отвечает по обязательствам тсж вот сейчас то что раньше достаточно многих людей кто хотел бы создать тсж пугало мне кажется не то что ли уходит прошло на самом деле современные существующие технологии плюс активная государственная помощь и помощь органов местного управления вот эту процедуру связанную с с получением средств от собственников дальше содержанием счета взаимоотношения финансовыми с различного рода организациями в том числе ресурсными организациями на сегодня с помощью современных технологий приложений достаточно упрощена поэтому этого бояться не надо я помню 2007 году работая в одном из регионов российской федерации я провел я сейчас примерно вспоминаю я думаю собраний 25 в многоквартирных домах больших домах они были правда разные и я активно агитировал собственников за то чтобы тсж были созданы не и тогда казалось и я сейчас уверен в этом что при соответствующем управлением со стороны товарища собственников жилья можно достичь намного больше успехов чем это делает управляющая компания по одной простой причине здесь все деньги которые вы зарабатываете которые вы ну зарабатывать если есть вот такие возможности конечно такой дом смотря может быть вы что-то там аренду сдаете есть варианты с рекламы и то что вы собираете собственников за обслуживание общего имущества все эти деньги вы направляете на развитие вашего дома на какие-то ремонт и уборку ну назовем так на капитализацию вашего дома вы можете его сделать но совершенно другим чем он был для этого естественно должны быть люди активные которые войдут товарища собственника жилья и будут у них естественно должны быть какие-то возможности для этого это тоже надо говорить если дом совсем небольшой то понятно справиться с ним с небольшим количеством собственников их возможностями но достаточно сложно поэтому выбор управления многоквартирным домом это тоже зависит от того какой он дом случае случае выбора собственника помещения многоквартирного доме способа управления тсж в течение пяти рабочих дней принятия решения государственной организации тсж осуществляется проводится регистрация и все сведения в государственной жилищной аспекте предоставляется что такой то выбор вот эти пять дней они на сегодняшний день значительно стало меньше не для всех вопросов регистрации что упрощает эту систему и когда возникают проблемы связанные что одновременно в доме есть несколько товарища собственников жилья и такие ситуации бывают именно государственная жилищная инспекция в реестр заносит и это говорит о том что именно это товарища собственников жилья является истинным назовем это так жилищный кодекс оао тсж опять же некоммерческая организация объединение собственников помещений для совместного управления общим имуществом многоквартирном доме обеспечение его эксплуатации владения пользования задачи деятельности тсж вот порядка 10 задач таких я написал для вас эффективно совместное использование общего имущества поддержание надлежащего состояния многоквартирного дома поддержание рыночного уровня стоимости недвижимости вот на это бы тоже ваше внимание бродил потому что естественно эти процессы отчуждения нашей собственности или передачи нашей собственности по наследству они идут постоянно это наша жизнь и это будет всегда и от того какой будет наш дом как будут выглядеть подъезд какая территория если она есть рядышком с нашим домом как она выглядит собственно говоря в каком состоянии она находится это естественно влияет на цену нашей квартиры я все время собственникам рассказываю о том что если вы будете продавать то вы сейчас тратите какие-то возможно дополнительные деньги если например на общее имущество если собрание собственников помимо необходимого норматива который как правило утверждается органами местного самоуправления ниже отпускаться нельзя если вы что-то дополнительно какую-то денежку денежку еще будете давать на дом и примите это решение на собрание ведь вам на самом деле эти деньги вернутся они вернутся когда вы допустим захотите продать квартиру ну может быть не так часто это у нас происходит но вы все равно будете очевидно отдавать ее по наследству значит ваши внуки дети все равно каким-то образом условно говоря эти деньги значит затем вернут ну а самое главное мы говорим о комфортном проживании вот есть специально сейчас национальный проект городская заряда комфортное среду комфортное проживание и главная задача это как раз сделать нашу жизнь именно в доме комфортной первую очередь я часто привожу такой пример что российские граждане не особо склонны миграции внутренней то есть не так много переезжают с места на место человек рождается муниципальном роддоме и как правило ну и понятно что концу жизни когда он уходит жизни везут его хоронять на муниципальное кладбище то есть жизнь его как правило проходит достаточно замкнутом пространстве в локальном таком сообществе немного наши граждане переезжают поэтому это очень важно сделать комфортное проживание и если мы живем здесь и живем долго статистика говорит именно об этом но долго с точки зрения нашей квартиры то мы заинтересованы эти деньги вложить потому что это комфортная среда для проживания наверно приятнее если у нас подъезд выглядит прилично картины висят цветы покрашена лифт работа в системе без остановок и не ломается я думаю что среди многих наших слушателей знаю такие примеры а возможно у вас ваших собственных домах так сильно поэтому поддержание рыночного уровня стоимости недвижимости это очень важно предоставление собственником условия для безопасно удобного проживания оптимизация затрат на содержание получение дополнительного финансирования за счет хозяйственной деятельности да это вполне возможно то есть это может сделать проведение кредитной инвестиционной политики на цели содержания дома тоже возможно ну естественно здесь надо разумные абсолютно решение принимать оказание собственников дополнительных услуг его совместный контроль за соблюдением но общежития тоже на самом деле сегодня немаловажно потому что те нормативные акты которые есть которые оговаривают вот эти моменты до соблюдения норм общежития различного рода минстроя были постановления они зачастую не соблюдается более того некоторыми гражданами назовем это так достаточно по-хамски игнорируется на самом деле рычагов очень много и все это возможно сделать если есть на это добрая воля ну в данном случае правление цсж и граждан которые проживают в этом доме общая схема деятельности цсж смета расходов и доходов вот посмотрите пожалуйста здесь все возможно справа мы видим где у нас есть варианты привлечь какие-то дополнительные деньги кредит взять и предоставить пользование общее имущество арендаторы но опять же не у всех такая ситуация не у всех есть там допустим полуподвальное помещение которое можно сдавать или еще какие-то варианты ваш дом очень хорошо расположены можно отдать это под какой-то рекламный щит и за это денежку получать не не обязательно но в данном случае цсж может это сделать договор управления существует договор на содержание общего имущества но мы чуть позже коснемся как правило что дело цс же в этих условиях нанимать ли на управляющую компанию или же решает проблему по другому вот чуть попозже мы и говорим вернее поговорим как это делается по-другому орган управления цсж общее собрание сцж понятно являются высшим органом управления товарищества решать наиболее важный вопрос организации деятельности товарищества правление цсж является исполнительным органом под отчетом общему собранию членов товарищества осуществляет реализацию решений, принятых общим собранием и избираться из числа членов товарищества общим собранием членов товарищества. Давайте еще председателя правления вспомним. Избавляется правлением ЦСЖ и состава, если не иное решение принимают собственниками, его могут избрать и непосредственно на собрание. Председатель правления обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения должностным лицам товарищества, действует без доверенности от имени ЦСЖ, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательствами и уставами ЦСЖ не требуют обязательного одобрения правления товарищества или общим собранием членов товарищества. То есть мы видим, что это человек явно работает и получает заработную плату. Мы видим, что у него достаточно много функций. Как правило, получает заработную плату. Как правило, раз мы с вами видим, что здесь подписываются платежные документы, совершаются сделки, то должен быть еще и бухгалтер. Ну, не обязательно это бухгалтер, вот именно, которые в штате ЦСЖ. Возможно, это привлечение какой-то организации, которая подобного рода услуги оказывает. Я знаю, например, несколько городов Российской Федерации, где для многих это достаточно хороший, неплохой бизнес, когда различного рода бухгалтерские центры создаются именно для того, чтобы обслуживать товарищество собственников жилья. И расценки у них достаточно адекватны, назовем это так. Например, в целом, как считает один из центров ЦСЖ поддержки, что это примерно экономит зарплатный вариант, вариант ведомости для бухгалтеров там на 50-60%. Ну, это естественно. Главная задача собственников считать свои деньги. Я думаю, это тоже немаловажно. Вот общее собрание членов ЦСЖ, как часто оно проводится? Ну, как минимум, один раз в год оно должно пройти. Более того, правление отчитывается, председатели отчитываются. А правление ЦСЖ, это тоже зависит от того, как вы, собственно говоря, выстроили работу. Ну, естественно, наверное, один раз в квартал как минимум надо собраться. Но если вы будете собираться каждую неделю или каждый месяц, это тоже абсолютно неплохо, а наоборот хорошо. То есть вы постоянно рассматриваете какие-то вопросы. Просто собраться и попить чай, наверное, дело хорошее, но все-таки все мы, как правило, люди занятые. И многие из нас работают. И понятно, что еще одна нагрузка посидеть вечером час-два, это тоже требует определенных ваших жертв, вашего времени. Председатель правления мы уже с вами поговорили. Вот его функции во многом зависят от того, какие компетенции ему переданы в общем собрании. Оно на самом деле не все может передать, но достаточно много может передать полномочий председателю правления. И если вы только начинаете ваш такой не совсем простой путь создания ЦСЖ, конечно, на этом этапе было бы, наверное, правильно, чтобы председатель правления был бы ограничен в своих правах, чтобы присмотреться, насколько человек справится со своими обязанностями, а самое главное, не совершит ли он какие-то ошибки, которые потом будут очень трудно исправлять. И тот контроль, который в данном случае осуществляет правление, он достаточно все-таки эффективен. И если вы выстроили такую систему, может быть, уже исходя из современных технологий, создав аккаунт вашего дома, и председатель правления с членами правления ЦСЖ постоянно обсуждает свои шаги и получает от них а. одобрение, б. просто информирует их, и в. ну, может быть, кто-то даст какой-то дельный совет. Вот если это все выстраивается, тогда, наверное, мы можем через какое-то время принять, понять, как работает председатель, и, возможно, уже на следующем собрании дать ему больше полномочий в решении. Вот, пожалуйста, посмотрите, такая схема, кто кого контролирует, кто отчитывается, избирает и так далее. Все, я думаю, понятно об этом, мы только что сейчас с вами и проговорили. Вот система самоуправления из нескольких домов. Это может быть здесь представлен вариант, когда целых три дома, у них общее собрание членов ЦСЖ, избирая отправление, отчитывая, ревизионная комиссия одна создается, которая контролирует. Такое возможно. А здесь, вот смотрите, пожалуйста, высший орган управления ЦСЖ созывается в порядке установленным уставом ЦСЖ. Здесь могут быть, на самом деле, разные варианты, разные варианты, но, тем не менее, общее собрание прописано. Основные функции, их компетенция, внесение изменений в устав, утверждение устава в новой редакции, установление размера обязательных платежей и взносов членов ЦСЖ, принятие решения о заемных деньгах, если вы захотите вдруг взять перед банком, утверждение годового плана содержания ремонта общего имущества многоквартирного дома, отчета о выполнении такого плана, рассмотрение жалоб на действия правления ЦСЖ, председателя правления и ревизионной комиссии. Здесь достаточно много еще позиций, связанных с общим собранием. Еще раз повторю, что, возможно, общее собрание, часть своих полномочий передаст правлению, и правление тогда будет иметь эти полномочия и будет рассматривать на своих заседаниях. Ну, например, избрание членов правления ЦСЖ, членов ревизионной комиссии, председателя правления, если иного, еще раз повторю, не предусмотрено уставом, что на общем собрании избираться, определение направления использования дохода в отхозяйственной деятельности, в утверждении заключения ревизионной комиссии ЦСЖ по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЦСЖ. И вот последняя позиция, она тоже очень важна, определение размера вознаграждения членов правления ЦСЖ, в том числе и председателя правления ЦСЖ. Вполне возможно, что вы принимаете решение с определением общего фонда заработной платы для тех, кто работает. Кто может работать? Ну, мы уже с вами говорили, председатель и, допустим, бухгалтер. Но если вы сами непосредственно ЦСЖ будете управлять вашим домом, не будете нанимать или управляющих компаний, или какую-то компанию, которая может вам подобного рода услуги оказать, это тоже возможно. Тогда очевидно, что у вас должен быть сантехник, электрик, и, возможно, у вас должен быть договор с хозяйством, которое управляет лифтами, у вас обязательно должны быть контакты с теми людьми, которые занимаются устранением каких-то аварий. Все это обязательно у вас должно быть. Ну и, естественно, общее собрание членов ЦСЖ может решать любые вопросы, те, которые, например, были отнесены к компетенции правления ЦСЖ. Это несомненно. Вот мы с вами посмотрели статья 145, общее собрание членов товарища собственников жилья. Ну, вот тут такая картинка, кто из вас станет главой ЦСЖ. На самом деле, это один из главных вопросов, как правило, на общем собрании. Вот мы с вами вспоминали, что хорошо, когда вы начали, инициативная группа начала работу по созданию ЦСЖ, и вы опрашиваете жителей. Можно просто запустить банальную анкету. Их видение развития дальнейшего вашего дома, управления вашим домом, чтобы они хотели улучшить. Может быть, кто-то напишет, что у них есть и рецепты этого улучшения. Ну и в том числе, хотели бы вы быть членом правления, и в том числе председателем. И если да, то, пожалуйста, напишите ваш какой-то опыт, допустим, в управлении домом. Возможно, человек работал в жилищной организации, возможно, там работал в администрации, которая тоже этим занималась, и он представляет вообще весь этот процесс. Вот как только вы решили о том, что вы будете товарищеским собственником жилья, это означает, что некий контроль, который существует, например, достаточно жесткий над управляющей компанией, он будет в меньшей степени к вашему дому относиться, если у вас товарищеским собственником жилья. Поэтому вы в данном случае ответственны, и мы уже вспоминали за те решения, которые вы принимаете. Несете ответственность. Председатель правления, ревизионная комиссия. Председатель правления, это статья 149 ЖК, избирается на срок, установленный уставом, обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания распоряжения всем должностным лицам ТСЖ, исполнение которых обязательно, ну, мы говорим, помним, да, бухгалтер, стантехник, возможно, действовать без доверенности, подписывать платежные документы. Мы уже это все фактически вспомнили, вспомнили, да. Посмотрим ревизионную комиссию. Общее собрание членов ТСЖ избирает ее не более чем на два года. Не могут входить в состав членов управления ТСЖ, это важно. И своего состава избирает председателя. Проводит не реже, чем один раз в год ревизии финансовой деятельности. Представляет общему собранию членов ТСЖ заключение о смете доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансовой деятельности, заключение по проверкам годовой бухгалтерской деятельности, ну, и, соответственно, отчитываться. Это важный орган. Мы как-то с вами привыкли, и, возможно, это привычка наша с вами оттуда, еще из Советского Союза, когда во многом ревизионные комиссии носили такой формальный характер во многих организациях. А сегодня, когда есть, опять же, и технические возможности, достаточно серьезные, контролировать движение средств, особенно это легко сделать, если домом управляет ТСЖ. Все у вас абсолютно возможно на глазах. И чем будет происходить на глазах, и чем вы прозрачнее сделаете эту процедуру, а современная технология, опять же, еще раз повторю, это позволяет, возьмем банальный даже WhatsApp, не говоря уже аккаунт специальный, сайт какой-то, как вы решите, найдете ли вы тех людей, которые возьмутся, может быть, бесплатно, может быть, за небольшое вынаграждение. Все эти решения финансовые обязательно сделать прозрачными. Все проводки, ведь это ваши деньги, они не могут быть в виде какой-то прибыли, которую потом кто-то поделит. Нет, все деньги должны быть потрачены на дом. Если даже получилось так, что у вас избыток этих денег произошел, ну вот вы приняли решение, сделали закупки какие-то, но в закупке меньше нашли цену, чем она на рынке, допустим. Ну, естественно, не должно страдать качество. Это вот как раз к вопросу, когда управляющая компания что-то закупает, да, и когда при всем моем хорошем уважении к управляющей компании, ну, понятно, что у них задача какая? То есть у них задача это увеличить выручку, да, снизить затраты. Ну, будем исходить из априори, что у них тоже желание большое, хорошее, светлое, делать наш дом комфортным для проживания. Ну, собственно говоря, под это они и подписали. Но когда ЦСЖ, правление, принимает решение и фактически приводит к тому, что у нас остаются какие-то деньги, ведь мы можем этими деньгами распоряжаться, опять же, по нашему решению, куда их потратить дополнительно. Вообще даже можем вернуть обратно. Ну, таких случаев я особо не знаю, но чисто теоретически это возможно. Или пусть будут на счету дома, понадобится на что-то в дальнейшем. Возможно, какие-то проблемы могут возникнуть, и всегда хорошо, если есть какие-то деньги на... Значит, вот, посмотрите, это такой вариант способы содержания общего имущества ЦСЖ. Достаточно много. Да, сейчас вы знаете, что уже давненько МВД полностью передала паспортную службу фактически, или управляющей компанией, или в ЦСЖ кто-то занимается. Но, как правило, сейчас занимаются другие организациями, управляющие компании, просто ЦСЖ с ними заключает определенное соглашение. Это дело тоже непростое, паспортное дело все. Вот примерно такое количество людей. Они вполне возможно могут быть из вашего дома, штатные специалисты. Возможно, что они будут работать, назовем это, по совместительству. Все зависит от ваших конкретных возможностей. Я имею в виду, какой дом, сколько квартир имеет, какие проблемы. Он может совсем новый дом, совсем новый дом. Ну, хотя, как правило, если новый дом, то та организация, которая строила, она создает управляющую компанию, и, значит, какое-то время управляет до того, как собственники не примут иное решение. Но если раньше, кстати говоря, на стадии строительства можно было ЦСЖ создавать, сейчас эта норма, к сожалению, убрана. Ну, там много достаточно объективных причин было для этого. Но, тем не менее, будем исходить из того, что этой позиции сегодня нет. Только после какого-то определенного времени мы с вами можем создавать ЦСЖ. Найм подрядчика, управляющая или обслуживающая организация, написано в 161 статье жилищного кодекса. То есть управляющая или обслуживающая организация. Опять же, мы создали ЦСЖ, но мы можем нанять управляющую организацию. Можем нанять управляющую организацию, тогда, соответственно, деньги, собственники за поддержание надлежащим в качестве общее имущество будут пересылать на счет управляющей организации. И здесь вот та прозрачность, о которой я говорил, она будет испытывать некоторые проблемы. Ну, если вы в договоре найма подрядчика, управляющей организации все эти процедуры достаточно хорошо и серьезно пропишете, и управляющая организация согласится, не факт, что она еще и согласится, но, тем не менее, если согласится, вы тоже эту прозрачность можете соблюсти. ЦСЖ выбирает управляющую организацию по принципу цена-качество, заказывать необходимые услуги работы, их объем, периодичность. ЦСЖ вправе устанавливать в договоре управляющей организации размер, цену и порядок оплаты услуг и работ. Вот то, что я вам сейчас, значит, рассказывал. Финансовые средства ЦСЖ находятся на его банковском счете, оплата производится по результату выполненных работ частично. Частично возможно, если как вы договоритесь, если вы будете делать это через счет ЦСЖ, да, это возможно, но также, как правило, все-таки всем рулит здесь управляющая компания, если ЦСЖ заказывает. ЦСЖ не может поручить управляющие организации, созыв и организацию проведения общего собрания членов ЦСЖ, руководство, деятельность управления ЦСЖ, контроль сохранности и содержания общего имущества в многоквартирном доме, включая земельный участок и имущество ЦСЖ, принятие решения о приобретении, продаже, обмене, аренду, сдачу в аренду и так далее. Распоряжение средствами ЦСЖ, это, естественно, все дело отправления ЦСЖ в соответствии с общим собранием. Ну, достаточно много документов, но на самом деле эти документы у вас существуют. Они все есть. Возможно, они не находятся, допустим, у управляющей компании, которую вы собираетесь заменить через собрание собственников и сделать товарища собственников жилья. Но не думаю, что часть проблем может быть таким серьезным препятствием для создания ЦСЖ. Более того, я должен, ну, так, с ответственностью, что ли, сказать вам, что органы местного самоуправления активно поддерживают движение ЦСЖ, понимая, что в этом случае собственники жилья, они более взвешенно, что ли, принимают решения, более ответственно подходят к развитию своего дома, ну и иногда принимают решения, когда дополнительно вкладывают деньги в свой дом. Ну, я думаю, что документы – это важно, это было необходимо, чтобы вы посмотрели. Ну, понятно, что существуют обязательные взносы членов ЦСЖ. Может быть, специальная часть взносов, где вы прописываете и собираете деньги, например, на ремонт подъезда. Это все речь идет о текущем, конечно, о текущих расходах. Вы знаете, что капитальный ремонт – это отдельная тема. Кстати, очень большая и серьезная тема. И тоже, если посмотреть сегодня опыт, который существует там, где ЦСЖ и там, где просто совет дома, и как мы ведем подготовку, да, подготовку к реализации долгожданного капитального ремонта. От этого тоже очень многое зависит. Насколько мы сегодня смотрим на ситуацию в доме, а у нас, как правило, там 15-20 лет, где-то еще больше, когда наш дом будет капитально ремонтироваться, не говорим ситуация аварийная, да, то мы понимаем, что в каком состоянии это мы, собственно говоря, подойдем к этому ремонту. Или мы считаем, что у нас будет когда-то проведен капитальный ремонт, и мы можем сейчас забыть о текущем ремонте, о поддержании в надлежащем состоянии, ну, например, там сеть, которые внутри домовые, и много-много на самом деле еще другого. И чем в лучшем состоянии будет находиться общее имущество дома, значит, нам, соответственно, будет этот капитальный ремонт проведен дешевле. Ну, мы же эти деньги платим, мы их тратим. Все еще зависит, мы их будем тратить, зависит еще от того, где счет у нас уригинального оператора, или мы создали собственный. Но, еще раз повторю, это для отдельного разговора капитальный ремонт, хотя презентация есть, и, возможно, мы когда-то тоже к этому коснемся. Итак, общая часть вносов. Учитывая общие расходы для всех домов, здесь, кстати, извините, опять же, значит, опечатка вверху не досмотрел я. Учитывая общие расходы для всех домов, затраты на административный и производственный персонал товарищества, ну, административный это у нас руководитель. Возможно, иногда еще делается, вернее, не делается, иногда избирается комендант дома, назовем это так, который тоже вот такой заместитель, боевой председатель правления, который смотрит на все эти, имеют определенные, так скажем, компетенции и полномочия. Содержание благоустройства территории и прочее, общее для всех домов расходы. Предполагается, что несколько домов. Договорное отношение ТСЖ с поставщиками услуг, варианты договорных отношений. Через управляющую компанию поставщик услуг, напрямую ТСЖ с ресурсом, снабжающими организациями, плюс подрядные организации, которые обслуживают МКД, ну и, соответственно, возможно, через расчетный центр и ТСЖ это тоже имеет право, когда мы напрямую, напрямую можем заключить договора с ресурсовыми организациями. Эта позиция уже действует, по-моему, года три, и достаточно во многих ТСЖ она эффективно используется. По одной простой причине, что в этом случае ресурсоснабжающие организации самостоятельно разбираются с должниками. и у них это зачастую получается более эффективно, чем это делает, допустим, правление ТСЖ. Ну, прижилась эта тема на сегодняшний день в управлении многоквартирным домом, хотя, когда она была только принята, была большая дискуссия, что это на самом деле не очень выгодно, включая ресурсоснабжающих организаций, что им придется создавать специальную службу, но, как оказалось, достаточно выгодно, потому что ресурсоснабжающих организаций, ну, по крайней мере, не игнорирует такие решения, а надо для этого решения, если напрямую, решение собрания собственников. Ну, отличие ТСЖ от управляющих компаний, ТСЖ – это не коммерческая организация, управляющая компания – это коммерческая организация, ТСЖ – учредители собственников жилых помещений данного многоквартирного дома. То есть, это не только мы говорим о жилом фонде, но и если здесь есть какой-то магазин, собственник этого магазина, этих квадратных метров, он также несет все затраты, которые несут граждане, собственники этого дома, проживающие в этом доме, за содержание общего имущества. Ну, например, лифтовое хозяйство. Ну, возможно, никто никогда из собственников этого магазина, который расположен на первом этаже, и не будет пользоваться лифтом, но, тем не менее, никто от его, от уплаты за содержание лифта, не, как правило, не, значит, освобождает. А управляющая компания – это физические и юридические лица, которые получают в результате прибыль. Прибыль, главная цель – это бизнес, и это нормально с этой точки зрения, это бизнес, ну, и бизнес всегда, значит, ставит перед собой цель извлечения прибыли. Вот процедура смены управляющей компанией ТСЖ. То есть, смотрите, есть достаточно какие интересные есть основания для расторжения договора с управляющей компанией. Ну, и сечение срока действия договора понятно, логично, можем продлить, а можем, значит, соответственно, кого-то другого избавить. Отказ в предоставлении информации или непредоставлении ее в течение пяти рабочих дней. Ну, невыполнение услуги и работы, оказание услуги и полного объема или ненадлежащего качества. Все это на самом деле должно в процессе ваших взаимоотношений, ну, назовем так, актироваться. То есть вы или член правления ответственны у вас за это направление, допустим, какие-то услуги, которые предоставляет управляющая компания или же она ненадлежащим в объеме и качестве, допустим, смотрит за имуществом общим собственников. И если это фиксируется вовремя и это становится предметом обсуждения, допустим, направление и входит протокол, это будет у вас впоследствии серьезным основанием, ну, допустим, для судебных разбирательств. Не факт, что управляющая организация сразу согласится с вами, если вы скажете, что вот вы тут ненадлежащим исполняете. Она скажет, да нет, у меня все хорошо, у нас мы надлежащие исполняем, надо будет доказать. Вот как раз здесь по поводу по поводу как эти шаги делать. Первый, ну, создается инициативная группа, хотя в данном случае это может быть и правление, но может быть и инициативная группа. Все внимательно посмотреть, договор, если на сегодняшний день действительно есть серьезные проблемы, вопросы, то инициировать собрание собственников, на котором принять решение о расторжении договора со старой, новую и так далее. Решение о смене управляющей компании принимается не менее, чем двумя третиями голосов собственников. Это достаточно большое количество. Значит, надо, соответственно, собрание провести так, чтобы был для этого необходимый форум. Реорганизация, ликвидация, объединение ЦСЖ, здесь тоже законодательство сегодня, жилищный кодек, все это прописано достаточно. Эта проблема тоже сегодня стоит, особенно в период, когда стали оформлять земельные участки рядом. То есть, все работы сегодня проведены, иногда это проводят сами товарищи, собственников жилья, они платят деньги для того, чтобы получить необходимые документы. И после этого, соответственно, встает вопрос оптимизации средств, которые вы тратите, тратите собственников. И, наверное, если у вас есть рядышком несколько домов, стоящих, общий двор, то было бы логично, может быть, и сделать такой объединитель ЦСЖ. Вот все эти процедуры здесь на сегодняшний день прописаны. Итак, мы с вами подходим уже к окончанию нашей вот этой презентации, связанной с ЦСЖ. Итак, посмотрим с вами общее преимущество ЦСЖ. Собственники помещения самостоятельно решают, каким способом управлять своим домом. Если качество предоставляемых услуг не будет соответствовать требованиям жильцов, ЦСЖ имеет право расслабить договор и пригласить для выполнения работы другие организации. Вот мы с вами смотрели по управляющей организации, но мы можем просто пригласить какую-то подрядную организацию. Там взаимоотношения чисто договорные, и там можно очевидно эту процедуру расторжения договора, то есть сказать организации, которые вам определенные услуги оказывают, но которые не являются управляющей организацией, то есть она не имеет соответствующей лицензии, там значительно все это возможно будет проще. То есть вы должны внимательно посмотреть. Может быть вы посчитали, что у вас совсем новый дом, проблем допустим с электричеством, но почти не будет. Вы так считаете. И соответственно возможно, что будет у вас специальный электрик, который помогает собственникам, если у них будут возникать какие-то проблемы. Но другая позиция, возможно, есть необходимость и нанять какую-то организацию. Вполне возможно. А если вы планируете ремонтные работы в своем доме, определяете их очередность, смету составляете, то возможно вы уже оговариваете опять же ту организацию, которая будет у вас работать. Вы определяете по принципу цена, качество и результат. Любой член ТСЖ имеет возможность осуществлять контроль за расходами товарищества, как получаемых за счет платежа населения, так и за счет поддержки государства. Государственная поддержка имеется в виду, что часть собственников имеет некоторые льготы в оплате. и соответственно государство обратно восстанавливает эти деньги. В ТСЖ появляется возможность иметь дополнительные расходы от сдачи в аренду нежилых помещений. Создаются условия к экономному расходованию воды, тепла, электрической энергии. Участвуя в управлении собственным домом, жертвы сами определяют, какое именно соотношение цены и качества для них является оптимальным. То есть понимаете опять же тот же пример по краске, если можно наверное купить очень дешевую краску, какой-нибудь ядовитого, синего, желтого вида. Я вот зачастую бываю таких подъездов и вижу, что здесь явно сэкономили. Или сделать спокойный зеленый цвет или какой-то другой, который в данном случае по крайней мере настроение прибавляет, а не убавляет, когда мы заходим в такой подъезд. Минусы ЦСЖ, они тоже есть. Главное это кадровый вопрос, когда правление попадает непрессиональные люди, я все-таки на первом место поставил второе, непорядочные. Достаточно много конфликтов, если вы наберете в интернете просто конфликты ЦСЖ, то увидите огромное количество проблемных различного рода репортажей, даже судебных решений. Да, это действительно есть. Это действительно есть. И соответственно, когда мы с вами говорили о том, что надо к этому собранию готовиться, не только с точки зрения чисто формального, то есть, чтобы все были документы, за 10 дней там сообщеники были предупречены, они имели уже соответствующие варианты, вся зачастую проводится там в форме очного-заочного голосования, то есть, все сделать, как прописано сегодня в жилищном кодексе. Но в жилищном кодексе не написано, как найти людей, которые были бы и порядочными, и профессиональными. Но я уверен, что большинство людей, которые работают сегодня в системе ЦСЖ, правления ЦСЖ, инициативные, порядочные и честные люди. И главная их задача, как решило собрание собственников жилья, и как прописано в жилищном кодексе, это эффективно управлять общим имуществом. Однозначно, и сделать жизнь комфортной. Здесь еще говорится о том, что минусы есть, когда есть риск повышения платежей на поиспользование тех или иных услуг, когда получается, что мы не пришли на собрание, и потом становится нам принимать, нам это решение не нравится. Значит, мы, соответственно, в жилищном кодексе это все прописано, мы можем это в том числе до обращения в суд. И поэтому, наверное, опять же, наше неприсутствие на собрании, оно приводит вот именно иногда таким минусом. Я бы считал это не то, что минус КСЖ, это минус наш с вами собственный. Вот здесь, пожалуйста, посмотрите. Законодательная поддержка считается слабой. Да, действительно, в моем, опять же, понимании отношению к хорошим, положительным КСЖ, наверное, это та организация сегодня, именно некоммерческая, организация, которая, действия, которые направлены на развитие дома и эффективное развитие дома, было бы, наверное, логичным все-таки более активную поддержку со стороны государства и органов местного управления им оказывать. Так, мы сейчас с вами тогда, значит, посмотрим следующую еще презентацию для этого какое-то время. Так, как ведутся. сейчас, коллеги, буквально пару секунд, чтобы переключил Александр Николаевич презентацию, и мы раскроем второй блок вопросов, не менее интересных. А сейчас пока можете писать свои вопросы по первой теме, если они нет, есть, и если они есть у вас, то обязательно их адресуйте нам в чат, мы потом вернемся к ним, и Александр Николаевич нам все ответит. Все, Наташа, спасибо, переключился я благополучно. Все отлично. Можем с вами поговорить, здесь тоже презентация не маленькая, надеюсь, Наташа, наши коллеги смогут получить запись, поэтому мы сейчас очень быстро пробежимся, чтобы оставить время для вопросов, если таковые будут. Ну, собственно говоря, вот эта презентация, она тоже связана с тем, что после нашего вебинара по совету многоквартирного дома было очень много вопросов. После уже пришло на часть, мы ответили, мы решили еще сформулировать основные позиции, связанные с управлением многоквартирного дома. Таким образом, вот основные игроки здесь, это собственники, это понятно, собственники сами определяют, как будет управляться их дом, как это происходит на практике. Возьмем дом новый, новый дом, да, как правило, мы с вами уже приходим, у нас существует управляющая компания, да, создал строитель, да, мы с вами, когда подписали, значит, акт о приемке нашей квартиры, подписали, да, и, как правило, мы подписываем договор с управляющей компанией. Здесь есть вопрос с точки зрения, опять же, нашего желания и нежелания, да, мы можем, очевидно, не подписать, да, вполне возможно, теоретически это возможно, но, как правило, такие случаи редки, если у нас есть желание все-таки познакомиться с этой управляющей компанией, будет и соответствующая встреча организована, и, собственно говоря, разъяснят, чем они собираются заниматься, но, как правило, мы с вами даже не смотрим, а подписываем, и иначе могут быть даже нам просто не будут выдавать кричи, такая ситуация бывает, то есть управляющая компания уже есть, если мы там у нас новый дом в перспективе, мы с вами можем, естественно, провести собрание собственников и сделать товарища собственников жилья, а может быть управляющая компания будет нас полностью устраивать, другое дело, что, возможно, через год надо будет пересмотреть нам, значит, договор управления, возможно, нам не нравится, как они управляют нашим общим жилым фондом, и, простите, не жилым имуществом, дома, но если есть управляющая компания, мы сразу с вами должны создать совет многоквартирного дома, избрать, опять же, собраться с собственниками и создать совет. Если же другой вариант, это товарищи собственников жилья, то, соответственно, это люди, которые заинтересованы деньги, которые собственники платят за содержание общего имущества, соответственно, эффективны. Вот как можно управлять домом? Вот все организации здесь еще раз есть. Это слайд, который перенесен из прошлой презентации, но думаю, что он здесь абсолютно не лишний, потому что мы с этого должны с вами начинать разговор. Есть еще непосредственное управление, возможно, многоквартирному доме, количество квартир, в котором составляет не более 16, не более 16. Тогда мы, собственно говоря, не нанимаем управляющую компанию, договорились, сами встретились, возможно, вот у нас какой-то управляющий дом, мы здесь можем придумать, собственно говоря, любую форму. Вот мы, если у нас не более 16 квартир, можем сами самостоятельно регулировать наши взаимоотношения со всеми ресурсными организациями, организациями, которые могут помочь нам обслуживать дом. Схема организации управления взаимоотношения между участниками, например, если нас касается управляющая компания, решение общего собрания, собственники, управляющая организация, обслуживающая организация, ресурсоснабжающая организация, или, как мы с вами смотрели вариант, возможно, это напрямую. Вот сейчас это уже важно. Вот мы с вами говорим о конфликте интересов. Ну, конфликт интересов, он возникает по определению, потому что интересы у нас с вами разные. Вот у нас, как собственников, чтобы все было у нас хорошо с нашим общим имуществом. Крыша не протекала, не грехлели наши подъезды, двери были приличные, домохлоны, да много-много можно всего наговорить. Понятно, мы в этом очень заинтересованы. Ну, если ТСЖ, понятно, мы здесь сами все рулим. управляем и более того, сами договариваемся. Ну, вот новые стандарты сервиса сейчас созданы для управляющих компаний. Что они, да, по-моему, позицию уже ежедневную влажную уборку уже, по-моему, убрали. Я, по-моему, опоздал с этой позицией, но тем не менее, тем не менее, вот эти позиции, которые на самом деле собственники, как правило, не знают. когда есть управляющая компания, у них есть соответствующие стандарты сервиса, что они должны и в какие сроки выполнять. Вот аварийная диспетчерка службы работает круглосуточно, время дозвона не более пяти минут. То есть, когда мы с вами проходим в нашем подъезде, и у нас есть обязательный порядок, должен существовать, так скажем, плакатчик или специальный стенд, где все позиции связаны с нашей управляющей компанией есть, где она находится, их телефоны, ну и самое главное аварийное диспетчерство службы, с которой или у управляющей компании заключен договор, или она имеет подобного рода сама аварийную службу. Один раз в сутки, два раза в сутки, два раза в неделю, три раза в год мытье окон, три раза в год, во дворе что должны делать, то же самое, пожалуйста, посмотрите, один раз в сутки, два раза в сутки, два раза в месяц. Если сейчас вы внимательно смотрите, я думаю, что вы, наверное, скажете, что не все сегодня делает управляющая компания. И с этой точки зрения, конфликты интересов есть. Кто вообще должен эту проблему решать? Ну, конечно же, совет дома. Помните, мы с вами говорили, что избирается на два года прошлый раз, действует, пока не переизберут, можно пролонгацию, создается, если нет, ТЦЖ или ЖСК, статья 44-48 Жилищного кодекса, избирается на один дом только, ну, плюсы и минусы. Группа неравнодушных собственников, не надо вести бухгалтерскую отчет, не надо регистрироваться в органах власти, не является юридическим лицом, понятна единая схема взаимодействия с управляющей компанией. Вот на эту единую схему и мы с вами должны обратить внимание. Она понятна, она прописана сегодня законодательством. Вот мы с вами сейчас только вспоминали сервисы. Надо ли договор управления эти сервисы записывать и повторять, если он заключается от имени собственников? Ну, конечно, надо. Конечно, надо. Ведь, собственно говоря, вы, наверное, можете как-то с бухгалтерской компанией, спросите с этой компанией, или усилить какие-то позиции, или, наоборот, их ослабить. Это зависит от вашего дома. Ну, возможно, дом находится на трассе. Значит, наверное, вы можете договориться не три раза в год мыть окна, а, возможно, больше. И если вы договариваетесь с этим, да, очевидно, может быть, цена там чуть повыше, но, наверное, вам было бы намного приятнее, если там в подъездах те окна, на которые вы смотрите каждый день, выходя на улицу, чтобы через них можно было что-то увидеть, а не просто увидеть, чтобы они были действительно чистые, совершенно. Наверное, такой вариант возможен. И так почти по каждой позиции. Почти по каждой позиции. Вот главная задача совета дома это написание соответствующего дополнения к тому проекту управления, который, как правило, домом, как правило, предоставляет управляющая компания. Садитесь за стол переговоров и начинайте этот процесс. Возможно, управляющая организация будет не очень рада вашим предложениям, но если вы предложите варианты ваших взаимоотношений компромиссные, то, я думаю, любая управляющая организация к этому подойдет с хорошим пониманием и, соответственно, вы обязательно достигнете результата. У нас, к сожалению, на сегодняшний день нет, в моем понимании, вот такой серьезной настоящей конкуренции между управляющими организациями, управляющими компаниями. И поэтому они иногда позволяют себя вести достаточно, так скажем, неадекватно, да, ну и ладно, не хотите и не будем, не хотите и не будем. Вот надо так, чтобы у них был интерес. Он обязательно будет, если у вас дом, например, в хорошем состоянии. И одна из целей договора управления дом, если он не является таковым, в это хорошее состояние перевести. Пусть это будет не быстро, пусть это будет завтра, послезавтра, через несколько лет, но все равно привести. Вот совет дома должен эту стратегию вырабатывать. Совет дома главный в этом процессе, собственники главные, не управляющая организация определяет стратегию развития дома и сегодняшнее состояние дома, собственники. И если они прописывают все достаточно хорошо, понимая, опять же, чего они хотят с точки зрения создания комфортных условий для проживания, то обязательно результат будет. Вот, например, такая структура управляющей компанией. Это компания, которую я специально взял, чтобы показать их возможности. Вот тут одного персонала, если вы видите, достаточно много, сколько у них подрядных организаций, производственной фирмы, которые, как правило, эта компания является учредителем или договорные отношения, функции соответствующие. Когда вы выбираете компанию, конечно, вы должны с ней познакомиться. Вот, чтобы этого конфликта интересов не возникало, надо понимать их возможности. Ибо потом окажется, что эти возможности, они другие, чем вы на них рассчитывали. Если у них необходимые специалисты, например, даже иногда вопрос возникает по каким-то юридическим аспектам, если у них отдел урегулирования убытков, ведь в данном случае совет дома заинтересован, чтобы граждане вносили вносили справедливую плату. Справедливую, то есть ту плату, которую вы согласовали, с которой вы согласны, за содержание общего имущества, но платили-то все. И считать, что только управляющая компания будет этим заниматься, было бы неправильно. Более того, когда зачастую вы задаете вот такой управляющей компании, что мы достаточно хорошо платим, а вы вот соответственно то, что нам обещали и записано по текущему ремонту не сделали, тогда соответственно вам бы хотелось показать и посмотреть ваши платежи и как они были использованы. А управляющая компания нам иногда говорит о том, что вы что, вы вообще значит мы больше сделали, чем вы заплатили, нам пришлось деньги привлечь с другого дома на эти цены. Например, это очень частный такой случай, но в нашей практике встречаются очень часто. Итак, по конфликту у нас интересов, он существует, мне кажется, все-таки объективно, по одной простой причине, что управляющая организация заинтересована, заинтересована, и в этом слове заинтересована нет, на самом деле ничего плохого, она заинтересована в чем? Снизить издержки, издержки снизить. Ну, мы понимаем, что снизить издержки, это естественно принять какие-то решения, которые не ухудшают наше состояние дома, а наоборот улучшают, но делают это как-то за меньшую цену, ну, какой-то распределительный узел поставят, возможно, есть вариант экономии тепла, допустим, какие-то новые решения, распределение этого тепла, кстати, по дому вполне возможно, огромное количество этих возможностей, то есть снизить затраты, увеличить выручку, то есть получить прибыль. Мы с вами очевидно хотели, чтобы те деньги, которые мы платим управляющей организации за содержание нашего общего имущества, использовались в полной мере, эффективно, вовремя, и те сроки, которые мы оговорили. Мы не против, чтобы они получили какую-то прибыль. Они пришли зарабатывать на эксплуатации нашего дома. Но вот этот подход зарабатывать должен быть вполне адекватным. То есть здесь должны быть обязательно все везде эти красные линии, через которые управляющая компания не должна переходить. И если мы этот конфликт интересов, который объективно существует, постараемся описать, в наших договорных отношениях, и это должен делать совет дома, или правление ТСЖ, если она заключает договор с управляющей компанией, тогда, мне кажется, будет все значительно у нас лучше. А вот кто контролирует работу управляющей организации, их достаточно много на сегодняшний день. Это административные технические инспекции, которые при администрациях есть, государственная жилищная инспекция, орган тарифного регулирования, как правило, это организация, которая в регионе находится, раньше это было в органах местного самоуправления ИФАС, ну и, соответственно, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, прокуратура, органы муниципального жилищного контроля, органы общественного контроля, и здесь я вспомню, что наш проект связан с ТОСами напрямую, с ТОСами территориальным общественным самоуправлением, и сейчас как раз в Государственной Думе находится проект решения внесения изменений в 131-й закон и в некоторые другие нормативные акты, связанные с общественным контролем. Вот наша точка зрения тех людей, которые занимаются давно, развитием территориального общественного самоуправления, потому, чтобы возможности более активного общественного контроля ТОСов были. Надеюсь, что это решение будет принято. Так, что у нас там еще в порядок? Оформление некачественного предоставления услуги. Опять же, здесь, пожалуйста, посмотрите, я думаю, что вам это было бы ну, просто такой демонстрацией схемы или дорожной карты. Если вы считаете, что управляющая компания некачественно предоставляет услуги, вот, процедура, здесь все прописано. Способы подачи заявления, куда жаловаться, в зависимости, как вы будете звонить или письменно и так далее, здесь все прописано. Ну, и, соответственно, реакция на обращение. Постоянно идет ужесточение сегодня требований к управляющей компании. Поэтому лишиться лицензии можно очень быстро, на самом деле, если вы будете все как оформлять с точки зрения как положено это делать и эти документы будут восприняты в тех организациях, которые мы вспоминали с вами предыдущим значит слайдом, кто контролирует работу управляющей организации, вы значит в самые ближайшие сроки можете поставить большие проблемы перед управляющей компанией. Я думаю, что она будет заинтересована выйти на путь переговоров, а самое главное будет качественно предоставлять эти услуги. Государственная жилищная инспекция, что она контролирует? Она есть сегодня в любом городе, в большом населенном пункте. Именно ей и ее работникам платят деньги за то, чтобы она контролировала использование домов и придомовых территорий, техническое состояние, инженерное оборудование жилищного фонда, современие выполнения работ по его ремонту и содержанию, обоснованность установленных нормативов по потреблению жилищно-коммунальных услуг. Это как раз та тема, которая не является проблемой в взаимоотношениях собственников и управляющей организации, потому что управляющая организация, ну, она, как правило, посредник здесь, за редким исключением, ну, и она не имеет отношения к этим нормативам, а вот государственная жилищная инспекция контролирует, если вы считаете, что что-то необоснованно происходит, и более того, допустим, у вас почему-то изменилась цена, например, на тепло, значительно, да, если вы платили за двухкомнатную квартиру, за тепло, там, условно говоря, полторы тысячи, а сейчас платите три или четыре, то уже, соответственно, есть повод для того, чтобы обратиться и проверили, вам обязательно письменно дадут ответ, и, ну, по крайней мере, попытаются вам обосновать эти нормативы, которые утверждает, как правило, региональная комиссия. Соблюдение режима и нормативного уровня обеспечения жильцов коммунальными услугами, соблюдение правил порядка признания помещения жилых домов непригодными для проживания, это несколько иное, это договора, выполнение заявок населения и участие в выдаче лицензии на осуществление многоквартирными домами, они обязательно дают соответствующее, принимают соответствующее решение. Задача управляющей компании, пожалуйста, посмотрите, мы уже, я думаю, что все это прошли, вот эффективное управление финансами многоквартирного дома, ну, мы с вами вспоминали, что это зависит от нас с вами. Совет многоквартирного дома вносит на общее собрание собственников вопросы о порядке пользования общим имуществом, о порядке планирования организации управления и работ по договорам, по компетенции и, соответственно, потом осуществляют контроль. Здесь тоже соответственно кукурум необходим, который, ну, и еще раз замечание, что Совет МГД не может быть избран общим для нескольких многоквартирных домов, то есть только в одном доме. Совет многоквартирного дома из числа собственников здесь тоже все, пожалуйста, посмотрите, председатель, Совет многоквартирного дома, как избирается, состав не ограничен, мы с вами договаривались в прошлый раз, как лучше поступить, но еще раз до выполнения более понятно по причине того, что у вас были еще вопросы. Вот в нашем, опять же, представлении, во многом, Совет Дома это организация не самая главная получается у нас в доме в нашем. Вот управляющую организацию мы с вами знаем, если вот я банально сужу из позиции простого собственника. Знаю, потому что я прохожу и вижу, и вижу, что управляющая компания какое-то очередное свое объявление сделала. Управляющая компания, как правило, говорит о общем имуществе, ну, хотя бы там ставит нормативы, да, наших отчислений установленных органами местного самоуправления или регионом. То есть, я вижу, а Совет Дома не вижу. А почему? Ну, на самом деле, мне кажется, это зависит от самого Совета Дома. То есть, насколько они сегодня хотят определять развитие своего дома и пользуются соответствующими нормативными актами, жилищным кодексом, постановлениями Минстроя, постановлениями правительства и многими другими. Такие возможности есть. Вот это для примера, опять же, что значит общедомовое имущество. Посмотрите, очень много у нас имущества. Собственно говоря, все, что не в квартире нашей, это все наше общедомовое имущество, плюс и различного рода, возможно, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, коллективные стоянки, это уже от специфики дома. Содержание и текущий ремонт общедомового имущества, пожалуйста, посмотрите. Это все должно происходить в процессе эксплуатации дома. Это все должна делать в данном случае или управляющая компания, ну, или, соответственно, работники ССЖ, которые специально наняты для решения этих вопросов. Все они в соответствии с планами определенными должны поддерживаться в соответствующем состоянии. Обязанности управляющей компании. Еще раз повторение, ну, может быть, здесь частично дано это в общем плане. Роль Совета в процессе контроля за деятельностью управляющей организацией тоже сделана в виде такой схемы, чтобы можно было понять, что главное это общее собрание собственников, Совет многоквартирного дома контроль и за спиной у Совета многоквартирного дома стоит государство в лице, как правило, органов местного самоуправления. Если у нас есть проблемы в взаимоотношениях с управляющей компанией, Совет МКД может смело обращаться за помощью в органы местного самоуправления. Вот, коллеги, все у нас сегодня закончилось. Мы с вами попытались разобраться в ситуации, кто же главный в процессе эксплуатации, в процессе управления многоквартирным домом, какие есть варианты для управления многоквартирным домом, плюсы и минусы этих вариантов. Ну и, соответственно, посмотрели вот вопрос, связанный с конфликтом интересов, который существует. Он носит несознательный характер, но он существует, поэтому мы должны обращать на это внимание. И если хотим выстроить будущее наши отношения с управляющей организацией в интересах всех собственников, то, соответственно, должны все это дело заранее оговаривать, прописывать и контролировать. Спасибо. Будут ли у нас какие-то вопросы, возможно? Александр Николаевич, спасибо большое, как всегда. Насыщенно, интересно, но я думаю, что придется еще все равно посидеть, поразбираться, потому что много информации на ваших презентациях. Мы обязательно, коллеги, вам всем разошлем запись сегодняшнего вебинара и вы сможете уже детально остановиться, поставить на паузу, что-то рассмотреть. Если вдруг у вас появятся какие-то вопросы по этой же теме, то тоже через обратную связь тос.рф можете написать, мы обязательно разберем ваши вопросы. И так далее. Ну, Наташа, еще надо сказать, что где-то, наверное, может быть, в течение 10 дней мы уже объявим о том, что у нас выйдет серьезные, надеюсь, с обновленным контентом абсолютно, с практикой, большие программы повышения квалификации на 16 часов, где будет отдельно совет многоквартирного дома, опять же, с лучшими практиками. Просто будут коллеги, которые руководят этими советами, выступают и рассказывают. Современные технологии обязательно будут как легче, лучше сегодня этот процесс управления с помощью их выстроить. Ну, и отдельно тоже ТСЖ, тоже больше 16 часов. Поэтому обязательно записывайтесь. Я думаю, что мы уже необходимую такую подготовку к этому провели, общие позиции рассмотрели, а сейчас уже такая серьезная практика. Да, спасибо за поправочку. Есть такой вопрос, не вопрос, а тема следующих вебинаров вам тоже на заметку, да, Александр Николаевич? Было бы интересно рассмотреть, в каких случаях сколько требуется голосов для решения вопросов в повестке собрания. То есть, когда нужно учитывать 50% плюс один голос от собственников или когда две трети от всех собственников? Ну, совершенно справедливый вопрос, но действительно его надо относить и проводить такую презентацию, она обязательно у нас будет в рамках и ЦСЖ, и в рамках и Совета дома, где эти позиции прописываются. Более того, ведь вот это голосование, которое происходит, возможно, у вас было там 7-8 голосований в процессе собрания собственников, и по каждому из них может быть разная процедура голосования, то есть, где половина, где две трети, а где, я уже говорил, и 100, возможно, процентов надо. Поэтому по каждому голосованию получается, что нам надо демонстрировать, ну, демонстрировать, в смысле, отражать протоколи, соответствующий к воруму. Если нас собралось всего лишь там, условно говоря, 69%, то мы две трети уже явно не можем голосовать, например. я согласен, мы обязательно это сделаем, спасибо. И еще есть такой момент, как банки, как правило, не дают кредит для ТСЖ, возможно, у вас есть какие-то советы. Ну, а здесь вот сколько у нас вообще ТСЖ в стране, сколько управляющих компаний, на самом деле достаточно много, но когда мы говорим про управляющую компанию, говорим, что это коммерческая организация, то, естественно, у них возможностей с банками намного, намного лучше выстраиваться по одной простой причине, что за их спинами есть необходимый залог, например, у нас здесь достаточно тяжело, потому что мы говорим только об общем имуществе, об общем имуществе дома. И думаю, банк изъять это общее имущество, ну, я думаю, что это невозможно на самом деле, допустим, если деньги не выплатят. Но, как правило, сюда попадают здесь странные ситуации, потому что банки охотно дают деньги, допустим, новым домам, но и новых домов-то обычно, новым домам-то и не требуется особо ничего. Я согласен, есть такая проблема, может быть, мы тоже попытаемся, если это интересно на самом деле, даже, допустим, нашу будущую презентацию, пригласить банковского человека, назовем его так, ну, тот, который занимается подобного рода наказанием услуг, и объяснить подходы банка к ТСЖ. Коллеги, пишите, пожалуйста, если вы с нами и те, кто будет смотреть нас потом в записи, обязательно комментируйте, насколько вам это интересно, мы готовы таких специалистов позвать и рассмотреть этот вопрос более детально. Вот, еще, может быть, кто-то чуть позже присоединился и спрашивают, у нас на сайте tos.rf, если заходят люди, университет ТОС, а на презентациях на наших еще ИРТОС. Расскажите, пожалуйста, о нашем слиянии, росте и так далее для тех, кто еще не слышал этой новости. Да, действительно, мы создали сейчас университет ТОС, создали по одной простой причине, что нам предложила сотрудничество Общенациональная Ассоциация Территориального Общественного Самоправления. Это организация, которая объединяет все регионы России. По порядка 25 регионов есть собственные ассоциации, плюс огромной и главной ассоциации то, что они знают самую лучшую практику развития ТОС. И ту презентацию, которую мы сейчас готовим, презентация будет программы повышения квалификации для руководителей и актива ТОС на 22 апреля, она будет говорить в первую очередь о практике, о положительной практике, о том, что можно сегодня сделать, имея такой инструмент, как орган территориального общественного самоуправления. Сделать для чего? Для обеспечения нормального комфортного проживания, для развития своей локальной территории, возможно, решение каких-то других проблем, экологически, связанных с туризмом. Сегодня 35 тысяч ТОСов в Российской Федерации, и надо сказать, что многие из них занимаются совершенно иногда удивительными проблемами, но даже связанные, допустим, с каким-то историческим наследием, сохранением каких-то брендов интересных, и просто поддерживать территории свои, считая их уникальными и более того, ну, подлежащими тому, что о них знали бы все, не только в России, но и в Европе. Вот, закончу тем, что в той программе развития ТОС, которая будет 22 апреля приниматься собранием общенациональной ассоциации ТОС, есть всем уровнем развития ТОС. Эти уровни не связаны с тем, что мы с первого на второй переходим или на третий на четвертый. Семь уровней это взаимоотношения в каких волей или неволей оказывается орган территориально общественного самоуправления. Например, седьмой уровень это опыт зарубежный, зарубежное международное сотрудничество, коммуникации, маленькие коммуны и, собственно говоря, вот эти локальные территории есть во всем мире по-разному там выстроена система. А вот первый уровень как раз тот, о котором мы говорили эти с вами дни, эти вебинары. Это уровень дома, двора, нескольких домов. И это очень важно, потому что если выстроить отношения эффективные на всех уровнях, значит сама система будет работать очень эффективно. Там есть и уровень взаимодействия с органами местного самоуправления, уровень с регионом, уровень с федеральным центром мы будем двигаться. Но основа, я уверен, это наши собственники, наши соседи и организации, которые на этом уровне сегодня работают и находятся в правовом поле. Все, Наташа? Александр Николаевич, да, вот все так хорошо отреагировали на наше предложение пригласить специалистов в этой области, так что мы рассмотрим обязательно такую возможность. И для того, чтобы вы еще раз, еще раз обращаю ваше внимание, не пропустили наши будущие встречи, пожалуйста, подписывайтесь на нашу рассылочку, она происходит ровно тогда, когда мы вас хотим пригласить на какое-то важное мероприятие. Или сообщаем о запуске какого-то нового курса, или на конференцию приглашаем, или вот подобного рода встречи, вебинары с интересными специалистами, экспертами по данному непосредственно направлению. Так что сайт tos.rf. Александр Николаевич, если вы со своей презентацией закончили, то прошу убрать демонстрацию экрана, а я хотела бы подключить свою небольшую такую презентацию для того, чтобы еще раз вам рассказать. Я вижу, что очень много... Наташа, я попрощаюсь тогда. До свидания, коллеги. Был рад очень нашему сегодняшнему разговору. Да, если у вас остались какие-то вопросы, вы, как еще раз сказала, уже можете писать нам на сайте tos.rf. Я вижу, я вижу, что среди нас есть постоянные слушатели, кто из встречи-встречи к нам присоединяется, задает активно вопросы, мы обязательно таких людей как-нибудь отметим, так что не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, нам. Есть и те, кто новенькие, и, возможно, для вас некоторые моменты остались непонятными, неизвестными, где брать эту информацию. Действительно, мы уже плотно работаем в течение всего марта, и слушатели, многие прошли наш курс, который был открыт бесплатно, и у вас еще до 2 апреля есть такая возможность на него записаться, там будет 10 интересно рассмотренных тем, 10 тем, которые вы рассматриваете, интересные тесты, поэтому практические материалы, которые могут быть вам полезны. Также вы можете видеть на нашем сайте tos.rf о тех мероприятиях, которые уже прошли, возможно, 25 марта у нас была стратегия развития, то возможно, вы его пропустили, но у вас еще есть шанс получить его в записи, пишите, опять же, нам, подавайте заявочку на нашем сайте. Сегодня 2 апреля мы прослушали вебинар, и все, кто подавал заявку на сегодняшний вебинар, у нас остались ваши электронные адреса, поэтому мы сделаем по ним рассылку сертификатов, если вы оставили свою фамилию, имя, отчество, правильный и правильный ваш адрес. Если вдруг вы сейчас понимаете, что вы просто получили ссылку от кого-то из своих знакомых, друзей, и нигде не регистрировались, соответственно, у нас нету вашего адреса, тогда опять же на сайте tos.rf находите сегодняшнее мероприятие, регистрируетесь на него, и тогда вы точно попадете в список рассылки. Рассылку мы планируем провести на будущей неделе, в понедельник или во вторник. Если вдруг вы ее не получите, проверяем обязательно спам, потому что туда бывает, что попадают письма, либо пишите нам в обратной связи, что не получили, на какую фамилию, имя, отчество выставить вам, отправить вам сертификат и на какую почту это сделать. Что касается нашего курса, о котором говорил Александр Николаевич, который уже запущен, и уже прямо сейчас вы сможете с ним познакомиться, еще раз повторюсь, абсолютно бесплатно для тех, кто подаст заявку до 2 апреля, и кому достаточно просто сертификата о том, что он прошел этот курс, если же вы хотите получить полноценное удостоверение о повышении квалификации установленного образца, то тогда можно оплатить курс, он будет для вас опять же по скидке 990 рублей, но опять же только для тех, кто оплатит его сегодня. Со следующей недели он уже будет стоить 3000 рублей. Как пройти курс? На сайте курс.тос.рф можете посмотреть всю подробную информацию, какие модули вас там ждут, какие вопросы вы для себя откроете, как оплатить курс, если вам нужно удостоверение повышения квалификации курс.тос.рф слэш оплата. Эту информацию вам опять же вышлют в рассылке, но рассылку вы получите только в понедельник, поэтому лучше прямо сейчас запишите, зафиксируйте себе. Всю информацию на тос.рф вы сможете найти. Оставляю также для связи наш контактный телефон, вы можете позвонить по мобильному телефону, вы можете написать на нашу почту mail собака tos.рф вы можете зайти на наш сайт, там есть окошечки обратной связи, если вы что-то вдруг не найдете, если у вас возникнут еще какие-то вопросы, то всегда мы на связи. Ну а сейчас хочу вам пожелать хорошего дня, хороших выходных, поскольку мы сегодня с вами такая у нас плотная рабочая пятница, и до связи на следующих наших встречах. Всего доброго. Спасибо.